...говорил по-латышски. Я не понимаю, почему 50 и более лет многие местные русские, даже граждане Латвийской Республики, так не научились государственному языку, а свое послание он назвал от Билде Даугавпилск, кревутанты. Русская тетя из Даугавпилсе отвечает. Еще один звонок у нас, наверное, есть, если мне верно я понял. Прошу вас, добрый вечер, алло. Алло, алло. Алло, добрый вечер. Прошу вас. Это Сергей Елгава. Очень приятно. Я хотел бы узнать. Вот у меня бабушку в Латвию привезли немцы. И почему я считаю здесь оккупантом? И если моя мать родилась в Латвии, и я сам родился в Латвии, почему я считаю здесь оккупантом? Спасибо, Сергей. Вопрос риторический. Вы знаете, на самом деле, я считаю, что чем более мы будем самодостаточны и самоуважительны, да, вот я себя никогда не называл вот такими обидными словами и призываю вас не примирять к себе те клише, те клички и прозвища, которыми, может быть, награждают, ну, не здравомыслящая часть национальных политиков. Слово оккупант не является употребимым в юридической терминологии Латвии. Еще раз это подчеркиваю, но не надо передергивать. Не нужно упрощать и сгущать краски. Вообще, на самом деле, не нужно нервничать. И давайте смотреть на вещи пошире. Когда я говорю о русском языке, о его значении в Латвии, я еще раз подчеркиваю, что это не значит, что мы не можем или не хотим говорить по-латышски. Русский язык имеет массу конкурентных преимуществ, которые я уже озвучил и на которых буду настаивать. Это не значит, что мы не любим государственность Латвийской Республики. Мы его уважаем. Господин Кабанов, оставшиеся несколько минут я хочу посвятить вашей личной дальнейшей судьбе. Не кажется ли вам, что за ваш шаг и, в общем-то, довольно открытое публичное заявление, что да, вы поставили свою подпись за русский как второй государственный, вам начнут мелко и пакостно мстить? Коллеги в Сейме? Просто латышская общественность, потому что она не принимает ваших взглядов и так далее. К чему клонюсь, что, например, даже некоторое время назад адвокат Грутупс, сидя в этой студии, высоко хвалил качество и уровень вашего русского языка и переводы, в том числе, его Грутупса и некоторых книг. Вот к вам теперь Грутупс обратится, как вам кажется, перевести еще одну его очередную книгу на русский язык? Вы знаете, я считаю, что господин Грутупс был прекрасно осведомлен о моей гражданской позиции до того, как мы с ним вошли в контакт как автор и переводчик. У меня есть масса профессиональных и дружественных контактов с латышами самых разных профессий. Хорошо, а в Сейме? Вот те, которые ближе всего в этой столовке? Вы знаете, я вам что хочу сказать. На самом деле, в Сейме сейчас очень много молодых ребят. Вот в партизаторство зашло там, ну, практически все они, 30 плюс. Я считаю, что эти люди, они банально не могут понять, когда в весу Латвии выступают, из-за чего такая страсть, из-за чего такой накал эмоций. И поэтому, когда голосуют некие абсурдные совсем уже предложения, то, как правило, они воздерживаются. Потому что, ну, знаете, кадровых националистов в парламенте, я так полагаю, процентов 20-25. И поэтому я считаю, что в целом наш парламент достаточно равновесная структура, чтобы кучка радикалов могла вот так уж сильно раскачать. Я со своей стороны не собираюсь давать поводов для какого-то превратного понимания моих действий. Я свои действия... Но Лисула ответит о правящая правительственная партия. И пара днях вчера сказал, что надо вас из комиссии по делам НАТО, по иностранным делам. Я свои все действия мотивирую и грамотно их, как мне кажется, озвучиваю. Никакой я не делаю из этого ни тайны, ни преувеличиваю этого, но и не преувеличиваю. Поэтому я готов коммуницировать с любыми латвичскими политиками или средствами массовой информации, объяснять свою позицию. Спасибо вам большое. Это Николай Кабанов, латвийский парламентарий, представляет Центр Согласия. Человек, который, будучи депутатом, подписался и открыто признал это за русский как второй государственный. Спасибо. Спасибо. Я прощаюсь с вами до завтра, вернее до послезавтра, прошу прощения, но в программе обратный отчет, без цензуры, как обычно, в понедельник. Но не переключайтесь, потому что прямо сейчас короткая реклама и на ваших экранах вечер новостей. Оставайтесь на пятом. Стиль ведущих от салонов красоты «Дзинтрекс».